Здравствуйте, с вами Мириам Циммерман и видео проект «Счастливые дети». Сегодня мы с вами поговорим о поощрениях и о похвале. Наверное, я вас сейчас очень удивлю, если скажу, что поощрение, в том числе и похвала, это то, что мы так любим и часто используем в воспитании, оказывается вызывает совсем не тот эффект, который мы ожидаем. Давайте с вами посмотрим, что происходит, когда мы бесконечно хвалим своих детей и, не задумываясь, осыпаем их поощрением. Большое количество проведенных исследований показало, что дети и взрослые менее успешно выполняют поставленные задачи, когда за это им предлагают награду. Даже ученые удивились, они ожидали, предложив некий стимул для достижения более высоких результатов, что замотивированные люди приложат больше усилий к поставленной задаче. Однако они столкнулись с тем, что все оказалось с точностью наоборот. То есть, людям, которые предлагали награду, не проявили особый интерес к поставленной задаче. Еще в одном исследовании обнаружили, что дети, награждаемые за хорошие поступки, реже считают себя хорошими людьми. Они объясняли это тем, что делали это ради награды. То есть, детям, которые предлагаешь награду за какое-то доброе дело, они не склонны потом в будущем заботиться о других. Вы знаете, я это прямо ощутила на своем опыте. Вообще, мои старшие дети очень любят читать. И однажды во время карантина я решила сделать им такой распорядок, порядок в днев. И предложила, что в первой половине дня делайте важные и полезные дела, а потом можете заняться чем хотите. Например, мультики, прогулка и так далее. И вы знаете, после этого, когда они начали читать в начале, а потом за это им предложили мультики, они вообще перестали брать книгу в руки. Я не могла понять, почему так произошло. И очень интересно, что они поняли, что им предлагают награду за какие-то такие полезные дела. И их интерес к книге пропал. Проблема состоит в том, что существует два вида мотивации. Внешняя и внутренняя. Внешняя – это когда нам предлагают за что-то какую-то награду. А внутренняя – когда мы делаем что-то, потому что нам это нравится и мы хотим это делать. И интересно, что не только что внутренняя наша мотивация, она на уровень выше, чем внешняя. Но еще интересный момент, что когда у нас растет внешняя мотивация, внутренняя автоматически падает. Как раз то, что произошло с моим примером. Когда предложили награду, то и внутренняя мотивация автоматически упала. У них пропал интерес. То есть книгу можно почитать, потому что за нее предлагают награду. И книгу можно читать, потому что мне интересно узнать, что будет дальше. Обратите внимание, что это относится не просто к поощрениям, а еще и к вербальному поощрению. То есть к похвале. А точнее к оценочной похвале. Когда ребенок что-то сделает хорошее, мы всегда заметим и скажем, молодец, супер, круто, мне нравится, что ты делаешь, или я горжусь тобой. И в этот момент ребенок становится зависимый от оценок окружающих. Он ждет эту похвалу. Например, если ребенок сделал какое-то доброе дело. Например, поделился игрушкой. Вопрос, почему он это сделал? Есть два варианта. Один вариант, он это сделал, потому что он ждет, чтобы мама обратила внимание и похвалила его. Или второй, это когда он это сделал для того, чтобы не расстроить своего друга. Чувствуете разницу? Ведь нам важен искренний ребенка интерес и осознанное поведение, чтобы он это сделал не потому, что его похвалят, а потому что он считает, что это правильно, и он не хочет расстраивать окружающих. Наверное, вы сейчас спросите, а что же делать, как быть, как хвалить детей? Конечно, это очень важно и нужно. Подбодрить, поддержать, сказать доброе слово. Просто нужно помнить о некоторых вещах. Важно не использовать поощрение и похвалу как манипуляцию, чтобы закрепить поведение ребенка. Ведь мы хотим, чтобы наши дети осознанно поступали хорошо. Второй важный момент. Чтобы похвалить, не обязательно оценивать. Можно просто обратить внимание на то, что делает ребенок. Проявить интерес к его деятельности. Есть такая красивая фраза, она звучит так. Если присутствует безусловная любовь и искренний интерес, слово «молодец» не надо. А если этого нет, слово «молодец» не поможет. Мне кажется, в этой фразе вся суть то, о чем мы сегодня с вами говорим. А еще вместо похвалы мы можем пригласить наших детей к размышлению. Например, «А почему ты решил поделиться чем-то?» Или «А что ты чувствуешь, когда ты помогаешь другим?» «А тебе самому нравится то, что ты делаешь?» Или «Спасибо, ты мне очень помог, мне теперь стало легче». Давайте с вами подведем итоги. Важный момент. Помните о том, что поощрение и похвала подрывают внутреннюю мотивацию ребенка. Второй важный момент. Вместо похвалы используйте ваше внимание. Обратите внимание на то, что делает ребенок. Покажите, что вы видите, как он растет и видите его успехи. Следующий важный момент. Помните о нравственных поблажках. Если ребенок сделал доброе дело, чтобы он не расслабился, покажите, что это только начало. Вся его главная цель впереди. Спасибо большое за ваше внимание. И напишите, пожалуйста, в комментариях, будет ли сложно использовать новый для вас вид похвалы. Спасибо большое. До встречи. Пока-пока.